МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Ядерный щит нашей страны помогает успокаивать тех, кто пытается подтолкнуть Россию к Третьей мировой войне. Дмитрий Медведев посетил Саров. Будь готов, всегда готов. В городе отметили столетие пионерии. Бронза на Кубке России и пейнтбольный клуб «Реактор» вернулся с соревнований в Москве. Далее расскажем во всем подробно. В ходе визитов в Саров заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ознакомился с научно-технологической базой Национального центра физики и математики, встретился со студентами филиала МГУ имени Ломоносова в Сарове, а также провел совещание о перспективах развития НЦФМ. В совещании также приняли участие генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, ректор МГУ, академик Виктор Садовнич и полпредпрезидентов ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Дмитрий Медведев отметил, что в Сарове находится уникальный научный центр, чья история связана с именами выдающихся ученых. И, конечно, историческая заслуга тех, кто здесь работал, именно в том, что был создан надежный ядерный щит для России и наших союзников. И этот щит обеспечивает нашу независимость на протяжении уже большого количества лет. А также помогает успокаивать тех, кто пытается подталкивать нашу страну к Третьей мировой войне или еще к каким-то иным проблемам. Национальный центр физики и математики был создан в Сарове в 2021 году по поручению президента России Владимира Путина. Он основан на экспериментальной базе РФЦВНЕЕВ, а также открывшегося 1 сентября минувшего года учебного корпуса филиала МГУ имени Ломоносова. Наша задача – добиться стабильного и уверенного прогресса в развитии страны и найти прорывные решения в наиболее важных отраслях. И здесь, кстати, те технологии, которые здесь создаются, тоже помогают не только обеспечивать безопасность нашей страны в узком смысле этого слова, но и поддерживать его благополучие, благополучие государства и благополучие граждан нашей страны. Это решение позволит вести научные исследования на современном уровне, сохранять лидирующие позиции в мировой науке, ну и, конечно, преодолеть последствия той блокады, которую нам сегодня навязывают наши оппоненты изо всех сил, пытаются устроить блокаду и стране, и нашим ученым. Этого не будет. Дмитрий Медведев добавил, что условия, которые созданы в Сарове, дают возможность изучать серьезные проблемы в области физики высоких энергий, элементарных частиц, передовых методов математического моделирования, основанных на технологиях искусственного интеллекта и многое другое. Вот мы сейчас смотрели новые возможности, которые в Сарове появились, в части лазеров. Это, безусловно, результат коллективного труда, а, с другой стороны, это большой технологический проект, который был осуществлен на базе российских технологий. И в этом смысле импортозамещение в широком смысле этого слова для нас имеет ключевое значение. Нам нужно использовать свои оригинальные технологии, дать импульс развитию российских производств, ну и, конечно, не прекращать сотрудничество с теми партнерами, которые не поддаются давлению Запада и идут своим путем и в науке, и в производственной, и в прикладной сфере. Также в рамках визитов в Саров Дмитрий Медведев возложил цветы к памятнику Юлия Харитона. Ваше здоровье в ваших руках. Выявить факторы риска или обнаружить опасную болезнь на ранних стадиях можно, пройдя диспансеризацию. Все желающие в возрасте от 18 лет могут на нее записаться. Сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкология – все эти болезни, которые еще в прошлом веке поражали в основном людей старшего возраста, стремительно молодеют. Но чем раньше их обнаружат, тем выше у пациента шанс на выздоровление. Недавно к нам обратилась молодая женщина с раком шейки матки на стадии метастазов, которая длительное время не обращалась за медицинской помощью. Если бы она ежегодно проходила медицинские осмотры, заболевание было бы выявлено намного раньше, на ранних стадиях, и лечение было бы намного успешнее. Диспансеризация состоит из двух этапов. На первом пациенты берут анализы, делают кардиограмму, спирометрию, флюорографию. Женщина осматривает акушер-гинеколог. Затем всех ждет консультация терапевта. При необходимости в случае выявления отклонений доктор направит на второй этап диспансеризации. Мы направляем пациентов на дополнительные обследования, такие как компьютерная томография органов грудной клетки, УЗИ сердца, эзофагогастродуаденоскопия, колоноскопия. Направляем пациентов на консультации к узким специалистам, то есть в зависимости от того, где мы выявили отклонения. При необходимости пациента направляют в стационар для прохождения лечения или реабилитации. Кроме того, после прохождения диспансеризации можно получить путевку в санаторий. Запись идет на портале пациента или по телефону колл-центра 95511. Напоминаем, что вход в первую поликлинику перенесли из-за ремонта холла. Попасть в здание можно со двора. На торжественной линейке в честь столетия со дня основания пионерии собрались все, кто гордо носит красный галстук. Хотя сейчас праздник называется Днем детских организаций, их члены продолжают активно поддерживать традиции и идеи пионерского движения. Хочу поблагодарить вас за то, что вы выбрали серьезные направления своей жизни и сделали правильный выбор, повязав свои галстуки. Вам предстоит великое будущее. И я верю, что оно будет действительно достойным, потому что вы настоящие пионеры. С праздником вас! И я очень надеюсь, что самое главное, что даст нам пионерская организация, это вырасти достойным и хорошим человеком. Здесь сегодня собрались самые лучшие ребята и самые активные члены пионерской организации, которых мы поздравляем с этим праздником. Самое главное, будьте всегда достойны этого звания и будьте всегда успешны и всегда помогайте друг другу. На линейке Союза детских организаций «Сияющие звезды» наградили почетными грамотами, благодарственными письмами и званиями лучшие дружины, старших вожатых, инструкторов, а также самых активных и творческих ребят. Более сотни человек, пионеры и их наставники, получили сертификаты об освоении пионерских профессий и патенты. Меня сегодня наградили за особый вклад в общественную деятельность на муниципальном уровне и в связи со столетием пионерской организации. Каждый год мы проводим коллективно-творческие дела, принимаем ребят-пионеров и также награждаем пионеров-инструкторов, ребят, которые каждый год становятся на ступени выше и добиваются высокой цели. Ольга Александрова из школы номер 16, одна из ветеранов-педагогов пионерского движения, соблюдает традиции преемственности. Она подготовила юным пионерам наказ, который потом передадут в Музей детства Дворца детского творчества. Пионеры, будьте добрыми, честными, справедливыми, активными, целеустремленными. Уважайте старших, помогайте младшим. Творческих успехов вас всех в начинании. Праздничная встреча в честь столетия пионерии завершилась песнями в Орлядском кругу. А для вновь вступивших в ряды союза «Сияющие звезды» утром 19 мая на лыжной базе состоится праздник «Первый рассвет». Будь готов, всегда готов. Для собравшихся в зале Дворца детского творчества, бывшего Дома пионеров, это не просто слова. Много лет эти люди посвятили пионерскому движению, сначала будучи детьми в рядах пионеров, а после обучая подрастающие поколения и передавая им веру в идеалы и ценности движения, которое зародилось в нашей стране столетия назад. Именно вы сумели сохранить те идеалы и те ценности, которыми мы дорожим сегодня. Поэтому спасибо вам за искреннюю преданность пионерии, за вашу верность исторической памяти. И я желаю вам здоровья, сил, оптимизма, и чтобы все то, что вы так стремились передать нам, мы смогли теперь передать следующему поколению. В нашем городе пионерская ячейка образовалась в 1927 году. Трудно было создавать ее, но еще труднее оказалось сохранить в 90-е годы, когда привычный мир разрушался. Тогда на смену пионерии пришла организация «Сияющие звезды», известная сегодня своими проектами и делами далеко за пределами города. Одним из ее учредителей стал Иван Ситников. За свой вклад в развитие организации Иван Иванович из рук главы города получил почетную грамоту Сарова. Все держалось раньше и держится на сотрудников вот этого прекрасного дворца, на сотрудников Горану, как раньше говорили, на ДМИСе, на руководстве школ, на пионерских вожатых и, конечно же, на активных детях. Я считаю, что у нас очень прекрасные дети. Пионерия живет целый век, и это означает, что формат такой деятельности очень удачный, отметил председатель Думы Антон Ульянов. Пионерское движение – не классическое дополнительное образование. Скорее его можно сравнить с профориентацией. Находясь внутри организации, участвуя в ее делах, ребенок может попробовать себя в разных видах деятельности. Самая важная функция, которую несет пионерская организация, это воспитание патриотизма, воспитание любви к своей стране. Может быть, через какие-то, пусть такие ритуальные действия, которые, может быть, детям изначально не очень понятны, но достаточно глубокий смысл во всем, и каждое действие всегда существует. В нашем городе пионерия продолжает активно развиваться. В этом году ряды Союза детских организаций «Сияющие звезды» пополнили 544 школьника, которым предстоит хранить верность красному галстуку и защищать лучшие традиции пионерского движения. 5-6 случаев заражения энцефалитом и до 200 случаев боррелиозы ежегодно регистрируют в регионе. На первый взгляд, безобидный клещ может стать переносчиком опасного недуга. Основная мера профилактики – вакцинация. Прививку нужно повторять каждые три года. Защитить от энцефалита может и иммуноглобулин. Его вводят после укуса клеща. Впрочем, прежде чем получить дозу препарата, клеща нужно исследовать. Его вводят, действительно, в случае присасывания клеща. Но надо понимать, что это может произойти неоднократно за лето. И, конечно, вводить такие серьёзные препараты каждую неделю не есть полезным для здоровья. И, соответственно, рекомендуем сначала сделать исследование клеща. И только если он положительный, то в этом случае, именно на антиген клеща, клещевого энцефалита, в этом случае провести профилактику. Самое важное – сделать укол иммуноглобулина не позднее четвёртого дня после укуса клеща. Поэтому паразита важно как можно быстрее сдать на исследование. Делать это нужно правильно, собрав все части клеща. Кроме того, важное условие для корректных результатов исследования – влажность клеща. Постарайтесь сохранить его влажность. Для этого мы рекомендуем в баночку с закрытой крышкой класть кусочек ватки. Не листочки, кормить его не надо. А вот именно кусочек влажной ватки, чтобы он сохранил свою влажность. Потому что когда привозят сухие клещи, там, как правило, не всегда достоверны результаты. Своевременное исследование клеща поможет защитить от переносимых им инфекций и свести вероятность осложнений к минимуму. Если у вас нет возможности сдать паразита на анализ, вам необходимо внимательно наблюдать за своим состоянием. Любое недомогание в первое время после укуса – повод обратиться к специалисту. Следите за собой в течение трёх недель, измеряйте температуру утром и вечером, потому что инкубационный период в основных клещевых инфекциях составляет три недели. И вот в течение трёх недель появление симптоматики подобной ОРВИ, надо обязательно врачу сказать, что был факт присасывания. Головная боль, высокая температура, слезотечение – всё это может быть симптомами заражения энцефалитом, если до этого вас укусил клещ. Важно вовремя обратиться к врачу, так как болезнь приводит к тяжёлым и необратимым последствиям. Исследовать клеща на инфекции можно в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Сарова. Клещей принимают с восьми утра до четырёх вечера. Кроме выходных и праздничных дней, по адресу улица Духова, дом 22, телефон 7-71-62. Дарья Неганова пришла работать в детскую школу искусств в марте и сразу же включилась в процесс обучения. В третьем классе хореографического отделения девушка ведёт подготовку концертных номеров, помогает разучить движение в современном и классическом танце. Также молодой педагог ведёт современный танец. У старших ребят занимается с подготовительной группой. А в этом году Дарья будет набирать первый класс. У нас первый и второй класс – это ритмика и гимнастика. Мы их подготавливаем, их тело к хореографии. Дальше у нас идёт классический танец, народный. И уже седьмой-восьмой класс – это современный танец. Большое внимание Дарья планирует уделять конкурсной деятельности воспитанников. Участие в творческих соревнованиях – неотъемлемая часть обучения. Выступление на различных конкурсных площадках даёт мотивацию совершенствовать мастерство. На хореографическое отделение принимают в шести с половиной лет. Главное, чтобы у ребёнка было желание танцевать. Для поступления необходимо пройти небольшое собеседование. В первую очередь педагоги будут обращать внимание на хореографические данные и музыкальный слух. Как они могут проявить себя. Некоторые детки боятся, стесняются. У некоторых даже бывает, что до слёз, когда что-то не получается. Мы, конечно, стараемся брать всех и в процессе обучения всё это исправлять и давать возможность развиваться дальше. В этом году учеников набирает и Анастасия Кох. Она также молодой специалист, работает третий год. Но за это время девушка вырастила уже нескольких лауреатов региональных и всероссийских конкурсов. Ребят постарше педагог набирает на трёхлетнюю программу. Они там получат базовые навыки игры на гитаре. Малышей берёт на восьмилетнюю предпрофессиональную программу. После неё можно будет уже получать среднее или высшее музыкальное образование. Самое главное для преподавателя, считает Анастасия, найти контакт с ребёнком. Мне кажется, что если ты дружишь со своим учеником, то всё будет идти как по маслу. Гитара – инструмент популярный и распространённый. Умением играть на нём мало кого удивишь. А вот баян – другое дело. Существует некий стереотип. Если говорят о баяне, значит, речь идёт о фольклорной музыке. Однако в детской школе искусств утверждают – это не так. В репертуаре педагога и воспитанников и народные, и современные произведения. Кроме того, только игрой на музыкальном инструменте программа не ограничивается. Здесь комплекс предметов. Есть специальный инструмент – это баян. Потом у них есть сольфеджио, музыкальная литература, слушание музыки и хор. Потом ещё у них добавляется оркестр. Игра на любом музыкальном инструменте расширяет общий кругозор, уверен и ещё один молодой педагог ДШИ – Надежда Бабикова. Приходя на занятия, ребёнок как будто попадает в совершенно другой мир, полный гармонии и созвучия. К тому же уроки музыки развивают память и эмоциональное состояние юных воспитанников. С помощью музыки он сможет выражать свои эмоции, как грусть, так и радость. Координацию очень развивает, в частности, игра на инструменте, на фортепиано я имею в виду, потому что там нужно играть и правой, и левой рукой, и педаль нажимать ногой. То есть это очень развивает координационно. Ну и также, конечно, мышление логическое. Узнать подробную информацию о поступлении и познакомиться с полным списком направлений можно на сайте Детской школы искусств. В канун Нового года Детская библиотека имени Пушкина выложила в свою группу ВКонтакте игровой видеоролик. В нём сотрудники библиотеки раскладывали носочки героя Патерианы Добби в книге на абонементе. После этого юные читатели стали активно искать такие сюрпризы между страниц произведений, а счастливчики оставляли подарок себе. Такой формат, во-первых, говорит о том, что можно при помощи подобного контента привлечь в библиотеку, а во-вторых, мне кажется, что он доказывает, что здесь не обязательно работать в ТикТок. Здесь работает именно формат ролика – короткого, вертикального. Также Пушкинка реализует творческий проект со школой номер 10. Под руководством педагогов и библиотекарей дети сами пробуют создавать подкасты по биографии или произведениям писателя Со своим опытом освоения цифрового пространства и социальных сетей Пушкинка поделилась с коллегами на семинаре «Роль методиста в библиотечном обслуживании детей». В Российской государственной детской библиотеке проходил всероссийский семинар для специалистов детских библиотек. И по приглашению главной детской библиотеки нашей страны наша библиотека представила часовой мастер-класс под названием «Диджитал контент для детской аудитории. Идеи, проблемы, перспективы». Специалисты из всех регионов России познакомились с опытом работы саровских детских библиотекарей на платформе ТикТок. Узнали об их идеях и находках, которые помогают в введении библиотечного экспертного аккаунта. Через несколько дней после выступления в Москве Ксении Якунчиковой поступило предложение прочитать еще и цикл лекций в рамках курсов повышения квалификации для специалистов детских библиотек. Для нас это безумно приятно, потому что мы не только заявляем о себе, мы не только делимся опытом со всей страной, потому что слушателями этих курсов являются библиотекари, методисты со всей страны. Но и мы позиционируем себя, свою библиотеку в диджитал-среде. 18 мая детская библиотека имени Пушкина выступит сразу в двух местах. Во Всероссийском библиотечном конгрессе в Нижнем Новгороде и на вебинаре Саратовской детской библиотеки. Презентация пройдет на платформе Zoom. От взрывов глубоких подвалов, где открывались бойцы, трескались бетонные полы и улетели от сотрясения воздуха шла кровь. История обороны Брестской крепости – это история героизма обычных людей, история подвига. Мир узнал о нем благодаря писателю Сергею Смирнову. Он возвратил в стране имена погибших героев. Многим семьям помог узнать о последних днях жизни отцов, братьев, сыновей. На исследование ушло 10 лет жизни. Его итог – историко-документальная повесть «Брестская крепость». Когда я училась в школе в Советском Союзе, мы все знали наизусть название городов-героев, знали, за что эти города получили свое звание. И, конечно, все знали о подвиге Брестской крепости. Кто-то был в Белоруссии, в Брестской крепости. Я там была и в Хатыни, и в крепости. Хатыни – это деревня, одна из сожженных деревень Белоруссии. И одна минуточку, каждый четвертый житель Белоруссии погиб в Великой Отечественной войне. Первое издание книги Сергея Смирнова «Брестская крепость» вышло в 1957 году. И в советское время она была почти бестселлером. Наряду с такими произведениями, как «Живые» и «Мертвые», «Щитый меч», «Вечный зов». Однако с годами память о великом подвиге начала тускнеть. Повесть не входит в школьную программу, поэтому, по мнению Светланы Михайлова-Листры, мало кто из молодого поколения знаком с историей Бреста. Но последнее в сезоне встречи, читаем слух, должна это исправить. Ребята слушали отрывки вдумчиво, открыли для себя некоторые факты о стражных боях в июне-июле 41-го года. Узнали фамилии погибших героев-пограничников и попытались понять, в чем была секретная сила Красной Армии. Время, чтобы помощник приходил, и становилось ясно, что обстановка на фронте сложилась, пока что не было приятно для наших войсков. В следующем году проект «Читаем слух» продолжится. В прошлом году в Сарове украли 19 велосипедов, 5 из них нашли, 16 преступлений остались нераскрытыми. В этом году заведено одно уголовное дело по факту кражи. Похищенные велосипеды потом перепродают. В прошлом году несколько изъяли в Арзамасе. В первую очередь похищают из подъездов. Бывает, что велосипеды лежат там без присмотра несколько месяцев, зачастую непристегнутыми. Просто стоял обычно под лестницей. Первые этажи обычно при хищении происходят. В тех домах, в основном, где двери в подъезд никаким образом не оборудованы ни кодом, ни электронным ключом. Но и противоугонный трос не панацея. Часто вор имеет при себе оборудование, чтобы перекусить цепочку. В основном целью становятся дорогие велосипеды от 20 и более тысяч. Преступники присматривают их заранее. Еще одно излюбленное место воров – открытые площадки у школ, учреждений дополнительного образования и магазинов. Оставили на 15, 20, 30 минут или несколько часов велосипед. Не пристегнули его никаким образом. Вышли, велосипед нет. Сотрудники полиции советуют ни в коем случае не пренебрегать противоугонным тросом. Зачастую злоумышленники просто крадут оставленный без присмотра транспорт. И цепь в этом случае их остановит. Шестилетняя Мирослава, прежде чем освоить навык езды на велосипеде, на зубок выучила все правила безопасности. Я знаю, что велосипед надо пристегивать на улице и хранить его в квартире. Также можно установить велосигнализацию. Датчик будет реагировать на вибрацию или прикосновение и включать звуковой сигнал. Также специалисты советуют, уходя, устанавливать самую низкую передачу. Даже если вор угонит ваш велосипед, быстро скрыться с места преступления у него не получится. Сходу разобраться с переключением передач не так-то просто. Если вы находитесь поблизости, у вас будет время догнать злоумышленника. Несколько краткосрочных образовательных программ этим летом проведет молодежный центр. Пока записаться можно на два направления. С 23 мая по 1 июля будет проходить программа «Лови волну» для желающих научиться плавать или усовершенствовать технику. Предназначена она для детей от 9 до 18 лет. Три раза в неделю будут проводиться занятия длительностью 2 часа. В это время дети будут учиться дышать под водой, ознакомиться с водой, выполнять разнообразные дыхательные упражнения, изучать технику плавания кроль на груди, кроль на спине, правильно пользоваться плавательной доской и так далее. Тем, кто уверенно плавает, тренер даст подходящие их уровни упражнения. Еще одна программа стартует 6 июня, завершится 21 июня в «Физкультмедиа». Она ориентирована на подростков от 12 до 18 лет, любящих творчество и общение. Ребят ждет разноплановая деятельность. Это и оздоровление, и отдых, и, конечно же, творчество. Ребята будут учиться снимать видеоролики, монтировать их самостоятельно, плавать в бассейне, играть в настольные игры. Ну, в общем, такой будет активный досуг. Созданные видеоролики ребята представят на Дне молодежи 25 июня. Летние программы не замена лагерям, питание не предусмотрено. Занятие бесплатное. Зарегистрировать своего ребенка можно на сайте «Навигатор 52» либо в 218 кабинете молодежного центра. Подробности по телефону 99 118. Количество мест ограничено. Этот стенд – один из самых любимых у учащихся. Экспонаты, что хранятся под стеклом, рассказывают историю двух солдат, судьба которых сложилась трагично. Они погибли в годы войны. Позднее поисковики, обнаружившие останки, смогли восстановить последние моменты их жизни. Это был момент атаки, контратаки, наверное, наших войск. Пулеметный расчет, пулемет Дегтярева. И пулеметчик вел огонь по немцам. Его помощник бежал к нему с дисками пулеметными, чтобы нести запасные. Но был сражен пулей, и его нашли рядом. Когда у пулеметчика закончились снаряды, он взял саперную лопатку и пошел в бой в рукопашную. Там его сразу же и сразила пуля. И вместе с лопаткой он упал на свой пулемет. Нашли их только спустя 75 лет. Вот так несколько, на первый взгляд, непримечательных предметов хранят историю трагедии и великого подвига, недюжиной храбрости. Конечно, я детям рассказываю более эмоционально, с подробностями. В общем-то, потому что, ну, действительно, каждый экспонат имеет свою историю. И за каждым из них своя человеческая душа. Да, конкретного человека, который жил, надеялся, носил в кармане ключ. Переломные этапы сражений. Оборона Одессы, Севастополя, заметки о подвигах героев войны и другие значимые исторические факты хранят стенды, посвященные городам-героям. Участвуют в их формировании и сами школьники. Особое место в коллекции музея занимает экспозиция, посвященная городу-герою Ленинграду. В 2014 году на открытии уже реконструированного музея среди приглашенных были ветераны организации «Дети войны», многие из которых из блокадного Ленинграда. Они детям рассказывали не понаслышке, во что они окунулись, как это все переживали. И к этому знаменательному событию даже испекли хлеб по рецепту того времени. Именно блокадный хлеб. Конечно, ветераны, попробовав его, и все желающие попробовали тогда, сказали, что, конечно, это настоящий хлеб. А вот тот не хватало каких-то примесей горелой муки, в общем-то, каких-то целлюлозы. Экспозиция музея помогает учащимся лицея узнать больше об истории своей родины и познакомиться с ней не через сухие факты учебников, а реальной истории людей, которые отдали своей жизни за долгожданную победу. Спортивные способности у Веры Каянкиной заметили преподаватели. Поэтому ученицу школы номер 13 приглашают поучаствовать в летнем фестивале ГТО второй год подряд. В этот раз юная спортсменка была серьезно настроена показать лучший результат и получить золотой значок ГТО. В прошлом году мы отжимались, мальчики подтягивались, бегали также. Мне больше нравится подтягивание, потому что это мне легче всего получается. Ежегодный летний фестиваль ГТО прошел на стадионе ИКАР. Между собой соревновались команды школ города. Дети от 9 до 17 лет пробовали силы по сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса готов к труду и обороне. Разные виды испытаний. Сегодня такие, как бег на короткие дистанции 60 метров, бег на длинные дистанции будет от километра до трех километров, тоже в зависимости от возраста ребенка. Метание снаряда спортивного в длину, прыжок с места в длину, отжимания, подтягивания. Призовые места судей распределяли по возрастным группам, в командам и личным первенствах. А результаты всех испытаний ребята смогут увидеть в своем личном кабинете участника ГТО. Выполняете нормативы ГТО, которые обязательно вам помогут в будущем. Даже уже в этом году принято решение на уровне правительства, что не только за золотой знак, в отличие к ГТО будет присваиваться дополнительный балл при поступлении в ВУЗы, но и еще серебряный и бронзовый. Поэтому все знаки имеют свою ценность. По итогам общекомандного зачета Кубок летнего фестиваля ГТО за первое место получила команда «Школа номер 11». А призеров личного первенства наградили дипломами, медалями и сувенирами комплекса ГТО. На отборочном туре в Москве Саровский пейнтбольный клуб «Реактор» победил в двух играх и один раз настрелял на ничью. В четвертьфинале наши пейнтболисты разгромили команду из Санкт-Петербурга, а в полуфинале потерпели поражение. На первом этапе Кубка России по спортивному пейнтболу команда из Сарова все-таки смогла вырваться в тройку лучших и стала бронзовым призером. Первые две команды из каждой подгруппы вышли в четвертьфинал. В четвертьфинале уже игры на вылет. Там была разгромлена команда из Санкт-Петербурга и уже боролись за выход в финал. К сожалению, проиграли команде на Берлин. В турнире Кубка России приняли участие 16 команд из Москвы, Ярославля, Иваново, Санкт-Петербурга, Рязани, Коломны. Команда «Реактора» традиционно представляла не только Саров, но и всю Нижегородскую область. Ездило 8 человек, но в команде у нас в пейнтболе около пейнтбола больше 20 человек. То есть это и дети, которые тренируются, основная команда и неравнодушные люди в основном. Мамы, родственники, жены, которые непосредственно помогают на турнире. В этом году клубу «Реактор» исполнилось 12 лет, поэтому привозить медали стало для них делом обычным, говорит игрок команды Павел Филисов. Но на любом соревновании спортсмены всегда нацелены на первое место. Игроки воспитывают в клубе молодое поколение пейнтболистов и привлекают их к участию в различных турнирах. «Когда мы поехали, мне очень понравилось соревнование. Хочу набраться очень много опыта и выступить так же, как и мои друзья. Это такой вид спорта, который не хочется бросать. Прям хочется идти и идти дальше. Хочется играть и играть, потому что игра призывает к себе больше человек. Когда они выходили, я им помогал. Я им маркера заливал, собирал на поле тубы, которые они после игры. Чистил их, потому что нижние попадали, я их быстренько очищал. Я очень хочу стать игроком. Мне это нравится, меня это забавляет. Я очень хочу тоже играть с ребятами». Сейчас пейнтбольный клуб «Реактор» готовится ко второму этапу Кубка России, который состоится с 10 по 12 июня. Субтитры создавал DimaTorzok